Привет! Э-э-э-э, Трибуар! Ну, за куда нам вышел новый видосик? Это продолжение, как я понимаю, рассказа про его отдых в Дубаях. И сегодня он нам расскажет про минусы Дубай. И я думаю, а есть какие-то минусы? Ну, я живу, например, в захолустном городишке России. Я думаю, по сравнению с ним, в Дубаях минусы вообще нет. Ну, это моё мнение. Ну, хотя, наверное, цены, в принципе, да, можно... Ладно, сейчас цены, какие у нас в России, да, в Дубае, мне кажется, гораздо меньше. Ха-ха, не знаю, на самом деле. Но я бы с удовольствием в Дубаях побывал, несмотря на то, какие там будут минусы. Вообще не страшно, да? Но прежде, чем начать смотреть, друзья, не забывайте подписываться на Телеграм-канал, на вас, на Яндекс.Дзен и на группу ВКонтактики. Все ссылочки будут в описании. На всякий случай, чтобы мы не потеряли с вами друг друга. А теперь давайте посмотрим новый ролик с закутунишки. Надеюсь, будет что-то интересненькое. Погнали. Эмираты, часть вторая. Ха-ха, окей. Возможно, последняя. Да ладно тебе, не надо, не нагнетай. В тёплых странах оно, конечно, неплохо. Можно купаться круглый год, нет вероятности замёрзнуть по дороге до магазинов. Ну, если ты одетешься, вероятности и так будет очень мало, а то как бы ты гол уходишь на улице. Минус сорок. Не нужно одевать по тридцать слоёв одежды, чтобы просто вынести мусор и так далее. Но баланс во вселен... Не, на самом деле, а зачем одеваться? У меня в подъезде этот, как его... Бак или какой-то... Я забыл. Ха-ха-ха-ха. Ну, наверное, короче, когда мусор выкидываешь... Ну и никто не отменял. Поэтому минусы есть везде, даже в Эмиратах. Давай, рассказывай. Начнем, пожалуйста, с очевидного. Жара. Что... Ну да, кстати, жара там ещё больше, наверное, жара, чем у нас жара. Может быть хуже минус сорока. Правильно. Плюс сорок. Плюс сорок. Ага. Если в помещениях ещё хоть как-то спасают кондиционеры, то на улице спасения нет. Нифига себе, солнце отпинало, вот это оно злое. Кажется, что с этим не должно быть проблем, ведь рядом есть вода. Да как бы... Вода-то есть, ну ещё, ну ты же не всегда будешь в воде. Да, как бы не так. Летом она тоже может прогреваться до тридцати пяти градусов. Серьёзно, столь тридцать пять градусов воды? Ха-ха-ха-ха. Как будто бы плаваешь в кипятке. Я понимаю, что кипяток это сотка, но тридцать пять это всё равно... Нередки случаи, когда люди лезут в воду, чтобы спастись от жары. В итоге, перегревшись, попадают в больницы. Ну как бы наоборот, под водой, как бы солнце наоборот больше греет, насколько я знаю. Местные-то давно привыкли. Недаром у них всё белого цвета. Одежда, машины, зубы. Ха-ха-ха-ха. Серьёзно, прям белого, да? Незаметно. Вообще, человек может привыкнуть к чему угодно. Ну, только никто... А почему была там жёлтая монетка, монетизация, я не понял чего. На слабеньком офисном компьютере можно запускать... А, понял. Понял, типа рекламы? Да, давайте подъём. А, можно даже, значит, послушать, всё-таки есть ли тут песняка. По ссылке ждёт сервис, там всё с EPS. Любую игру популярного лаунчера тянет твой коп хоть у бабушки в найчиках. Просто зарекайся, нечего ждать. Игры качать. Что? Хоть обновления искать. Также Android приложение есть. Но без клавы и джойстика лучше не лезь. Потянет что хочет, тот сервис могуч. И так это понял, я просто озвучил. 4К рулит, но это не всё. 120 в секунду, там кадров в лицо. Ага, если у тебя интернет ещё будет хорошо. Руки внизу за тобой выезжают. Имя той прелести, Майк Эбис Клаун. Не понимал вообще никогда обучных сервисов. И до сих пор не понимаю. Да и не надо мне их понимать. Видеокарту я себе успел взять. Ха-ха! Так. Кстати, если вы думаете, что традиционная женская одежда у них чёрного цвета, потому что девушек нам как-то притесняют, вы ошибаетесь. А почему тогда? Прав у них чуть ли не больше, чем у мужчин. Серьёзно? А чёрная одежда банально практичнее. Практичнее? Так нагревается же капец как сильно. И ты такой, ахахаха, парилка. И не находясь в парилке. Пока мужчина на работе, женщина занималась хозяйством, следила за порядком. Она по-моему на себя выдавила всё. Готовила. Поэтому белая одежда просто быстрее почталась. А сейчас это уже дань традициям и своего рода мода. Ооо, ты такая модная, вся в чёрном. Ооо, ты тоже такая модная, вся в чёрном. А у нас, наверное, если бы девушка увидела девушку в таком же наряде, она такая, ну всё, хана тебе курица. Ооо, ты какая красивая у тебя абая. Такая чёрная. У тебя такая же. Спасибо. А у тебя сегодня она такая необычная. Чёрная. Чёрная. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эээ, одно и то же каждый день. А модным там быть очень легко, знаете? Магазинов с брендовой одеждой просто завались. Да, магазинов просто завались, а денег где надо всё взять? Чего стоит только Дубай, мол, огромный ТЦ с... Я, кстати, вот прям именно сегодня посмотрел ролик у Сачева тоже про то, как он в Дубаях был. Большой час идёт, но прям очень классный. И я такой, я хочу туда дать денег, я поеду. С гигантским аквариумом внутри. А ещё вот эти ребята знаменитые. Ага, кто это первый раз так вижу? Хоть на топографический кретинизм я никогда не жаловался, всё равно умудрился там заблудиться. Понимаю. Столько поворотов, это жиль в народу. Ребёнок уплыл. Кажется, наша дочь... Опять? Опять? Офигеть. С другой стороны выплыло неплохо. Так классно приземлилось. В итоге мы конечно выбрались. Наш гид пришёл на помощь. Я буду с... И остался там, да? Когда тебя помнить. Герой. Но не только размером не пугает Дубай, мол, вы видели вообще там ценники? Этот минус... Я представляю. В принципе можно отнести ко всем эмиратам и в частности Дубаю. Сервисы, услуги, товары, на всё это можно легко потратить ещё половину от стоимости путёвки Да, мне кажется, даже не половину, а целую путёвку ещё Такое ощущение, что даже не каждый шейх себе сможет позволить там что угодно Шейх явно сможет Блин, дорогая, какой магнитик взять? С верблюдами или с бурш-халифа? Это у тебя бурш-халифа, блин, это твоя, тебе предложи, зачем тебе ещё это? Магик с ней Бери оба Ага, я отшу тебе шейх арабский Да Ну и кстати, сразу про бурш-халифа Главную достопримечательность Дубая Самое высокое здание в мире Высотой в 828 метра и со 163 этажами На самый верх нас, конечно, не пускали, но и со 124 этажа виды завораживают Да, согласен, прям классненько Ещё бы я высоты не боялся Ну ты хотя бы не как этот Том Круз лазил снаружи Лазь давай Да не получится у меня Вызывай пожарных А там 2 метра, да? Души, как страшно Придурок Но, честно говоря, снаружи это здание впечатляет больше Ну ещё бы Особенно ночью Особенно под задорную музыку от поющих фонтанов, что находится неподалёку С 6 до 11 вечера они включаются каждые полчаса Ещё есть пара сеансов в дневное время И это прикольно Как будто в кино пришёл У меня в городе фонтаны работают по другому расписанию По какому? Раз в никогда, да? Без музыки пара часов в июне Ещё полчасика в августе И перерыв на зиму Ну ахахаха Длинная зима, блин, у нас Россия, щедрая душа Ну блин, так классно ходит Трой фонтан, воды нельзя Такой ходит Зачем? Снег есть А теперь немного про соотечественников Не знаю, как во всех Эмиратах Но в нашем отеле, блин, каждый второй говорил на русском Ну, видимо, все русские богаты При том, что это не самое популярное место в двух часах езды от Дубая Но смутила меня другая А, нифига себе, даже не в самом Дубае, а где-то в двух часах езды, жесть При таком количестве русскоговорящих гостей Сам персонал отеля практически не бельмена великом и могучим Хм, очень странно на самом деле Извините, где у вас тут покушать можно? О, of course, of course, follow me Follow me Сам жри, ты че? Да не туалет, столовая, еда, ням-ням Забей, чувак, я вот смирился уже Посрал, поел нормально Возможно, пара человек найдется, с кем поговорить можно Зачем тебе с кем-то говорить, ты же с семьей поехал Честно говоря, странно Зато торгаши в палатках давно Прокупили, кто босс этой качалки А, серьезно? Русский язык Для тех, кто хочет работать на туристах Головно знают наш язык Вот это я понимаю клиентоориентированность А вообще, самую большую разницу Между нашими странами я заметил Не по языковому барьеру Не по их обычаям и разнице климатов А по аэропорту А что, настолько он лучше или наоборот хуже? Да, прилетев обратно в Россию Меня снова ждали огромные очереди Хамоватые бабы, которые А, ну естественно там очереди-то не будет Денег-то нет у всех, чтобы в Дубай-то летать Мы бухали весь полет, а потом пытались влезть Перед нами на таможне Поспи Эскалаторы, багаж, который пришлось ждать Около часа, а на дворе Если что, ночь, и у нас ребенок на руку Ой, это же из нового ФНАФа, да? Ну, улетел опять Я говорю про отношения Отношения к людям К своей работе К миру в целом Даже жаль, что, возможно, я больше там никогда не побываю Во-первых, что два раза в одно и то же место летать Согласен А во-вторых Я вам что, шейх арабский? Походу, да! Видос получился офигенный, как обычного закатуна Только что-то как-то он маловато Если честно, показал минусов Чё, цена Жара И по-русски то, что я разговариваю Да, я что-то больше других не... Это разве минусы? Это Можно назвать минусом любой другой страны В которую ты приезжаешь, да? Типа, более-менее популярный Поэтому Нормально всё Всё нормально Всё адекватно Всё понятно Ничего страшного в этом нет Если денег нет Если деньги есть А если денег нет, то ты никуда и не поедешь Будешь сидеть у себя в боскосранске Да Шикарный видосик Лайкусик Я не помню Поставил, не поставил? Нет, не поставил А теперь поставил Шикарный, потому что ролик Если вам понравилась реакция Лайк, подписка, комментарий Не забывайте прожимать бубенцы Также не забывайте подписываться на Телеграм На вас, на Яндекс.Зен На группу ВКонтакте Все ссылочки в описании С вами как всегда был Реборн Спасибо за просмотр Пока